Военное сотрудничество Германии и США в сфере ядерных вооружений вызвало массу вопросов у немецких СМИ. Телеканал СДФ выяснил, что на одной из авиабаз ФРГ собираются размещать американские ядерные бомбы, а в бюджет США внесли расходы на модернизацию немецких бомбардировщиков. Данные планы эксперты называют провокационными. Журналисты обращают внимание, что они противоречат международным соглашениям и действующим инструкциям бундесферы. Репортаж Ивана Благова. Прогуливаясь по старому бункеру правительства ФРГ, экс-садсекретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер в эфире второго немецкого канала рассказывает удивительные для нового поколения немцев вещи. Как в самом конце холодной войны партнеры по НАТО хотели потренироваться в нанесении условных ядерных ударов по Потсдаму и Дрездену. Эти призраки прошлого хорошо бы забыть, но не получается. Американское ядерное оружие до сих пор в Германии, хотя еще в коалиционном соглашении от 2009 года был пункт о его выводе. В федеральном правительстве мы будем заниматься тем, чтобы Германия в следующие четыре года стала страной, свободной от ядерного оружия. Так многое о немецкой политике, оказывается, можно узнать из документов, опубликованных на сайте Викиликс. Шесть лет назад американцы были не на шутку встревожены. К ним послали гонца. Ноябрь 2009. Американское посольство в Берлине. Там встречаются советники Меркель по вопросам безопасности и посол США. Немец успокаивает американцев. Меркель не хочет выводить ядерное оружие. Уже после этой встречи в 2010-м Бундестаг обращается к правительству Меркель, чтобы оно потребовало убрать американские ядерные бомбы из страны. И ничего. В ближайшие годы США хотят разместить в Германии еще более совершенное ядерное оружие. Речь идет об умных бомбах нового поколения Б-61-12. По мнению многих экспертов, они стирают грань между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Поддерживает ли федеральное правительство до вооружения, атомное до вооружения в Германии? Мы будем разговаривать об этом в США. Возможно, Министерство обороны уже начало это делать. Я не знаю. Я уточню, и затем мы предоставим вам информацию. Все в будущем времени, как будто ничего еще не решено. Но как же так? Военные США в своем бюджете уже прописали расходы на модернизацию немецких истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» для использования новых ядерных бомб. Канцлеру нечего сказать о работе на авиабазе «Бюхель». Согласно американским документам, должны были уже начаться в третьем квартале 2015-го. Как вообще такое возможно? С ядерным оружием на территории Германии похоже, возможно, все. Если президент США и НАТО санкционируют применение ядерного оружия, то американские военные передадут его немецким летчикам, после чего военно-воздушные силы ФРГ несут удар атомным оружием по определенной цели. Это удивительная ситуация для страны, которая обещала отказаться от прямого и косвенного доступа к оружию массового уничтожения. Это тем более удивительно для страны, которая закрывает даже атомные электростанции под предлогом того, что мирный атом может представлять опасность. Тренировки, связанные с вопросом подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями, представляют собой прямое нарушение первой и второй статьи договора о нераспространении ядерного оружия. На днях появилась информация, что немецкие истребители патрулируют небо над Балтикой, то есть вплотную приближаются к границам России с полным боекомплектом. Теперь речь идет о новых ядерных бомбах в Германии. Вилли Виммер говорит прямо, зачем нужно американцам размещение такого оружия в центре Европы. Для защиты американских военных подразделений или для его использования с другими средствами против Российской Федерации. Это сознательная провокация наших российских соседей. Вот только зачем в эти игры играть в Германии? Ответа на этот вопрос в эфире ЦДФ не прозвучало. Тем временем в глобальной сети стартовала целая кампания по сбору подписей за вывод американских солдат и ядерного оружия с немецкой земли. Инициатива, скорее всего, бесполезна. Если уж правительство Германии осталось глухо к требованиям Бундестага, то что может изменить какая-то петиция в интернете? И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Берлин. Этот вопрос прокомментировали сегодня в Кремле. Размещение новых ядерных вооружений в Германии нарушит стратегический баланс сил в Европе и создаст напряженность. России придется принимать контршаги для восстановления паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова